2 ноября в музее президентского дворца города Кашкайш состоялось значимое культурное событие. Открытие уникальной выставки под названием «Наследие Аланов», организованной осетинским бизнесменом, коллекционером, меценатом и филантропом Владиславом Хаблиевым. Когда-то, когда я еще был маленьким мальчиком, отец мне сказал, вот сын мой, когда ты будешь путешествовать с другим страном, ты обязательно прибыли в какую-то страну, изучи историю, изучи нравы, традиции народа, его обычаи и святочь их. И тогда ты будешь принят этим народом. Вот я много путешествовал по Европе, по миру, по бизнесу, по культурным каким-то мероприятиям, но, приехав в Португалию, начал изучать историю. И вдруг появилась такая волна, что мои предки, Аланы, то есть не только мои предки, но наши общие предки кавказские, здесь были, здесь был первый король. И они не только были войны, разрушители, но и создали города. Мне было приятно узнать, что город Каимбра, который являлся столицей Португалии в пятом веке, построил король Атак, и помогала ему его жена, светская принцесса. Экспозиция посвящена богатому наследию народов Кавказа и Закавказья и включает в себя редкие артефакты – оружие, традиционные костюмы, предметы быта и произведения прикладного искусства, представленные народами Осетии, Дагестана, Чечни, Адыгеи, Армении, Грузии, Азербайджана и других этнических групп этого региона. Так как я живу в Качкаще на сегодняшний день, я обратился к мэрию и нашел понимание. Мэр пошел на встречу, организовали совместно с культурным центром, нам выделили помещение в это непростое время. И мы очень долго, очень долго и упорно, значит, работали над этой выставкой. И в конце концов получилось очень красиво, все в большом восторге. Я надеюсь, что это понравится не только жителям Качкая, но всей Португалии и туристам, которые здесь пренебывают. На церемонии открытия выставки присутствовали высокие гости, среди которых президент фонда Дона Луиша, представители городской администрации, а также известные историки и эксперты в области культуры и оружия кавказских народов. Специалисты из разных стран подчеркнули уникальность представленных предметов, которые не просто иллюстрируют особенности быта, но и раскрывают сам дух Кавказа, его стойкость, культуру и самобытность. Хороший народ португальцев, очень добродушно я решил, чтобы эти люди, их дети, их младшие поколения знали свою историю. Мэр города Кашкаеш направил письмо, где отметил важность подобных мероприятий для культурного обмена и укрепления межкультурных связей, выразив благодарность Владиславу Хаблееву за его вклад в сохранение наследия Кавказа. Также на открытии выставки присутствовал президент фонда Дона Луиша, который поблагодарил организаторов и посетителей выставки в своей приветственной речи. До этого дня мы ни разу не проводили выставки подобного рода, но сегодня мы смогли организовать ее благодаря предложению господина Владислава Хаблиева, который демонстрирует свою уникальную частную коллекцию. Я считаю большим упущением, что до этой выставки я не был знаком с историей и культурой Аланов, а также я не знал, что они были связаны с историей Португалии. Благодаря этой выставке у меня появилась возможность узнать больше об этом и глубже изучить историю и традиции кавказских народов. Эта выставка очень важна для нас, поскольку у ее посетителей есть уникальная возможность узнать об истории и традициях Аланов, которые находились здесь много веков назад. Среди экспонатов особое место занимают образцы древнего оружия, украшенные тонкой резьбой и инкрустацией, отражающие воинственный дух народов региона. Каждый артефакт рассказывает свою историю, связывая нас с прошлым и позволяя глубже понять культуру и традиции этих народов. Отдельно хочется отметить, что на выставке значительное внимание уделено аланской культуре. Аланы, предки современных осетин, играли важную роль в истории Европы и даже внесли вклад в развитие культуры Португалии. В пятом веке нашей эры аланские племена пересекли Пиренеи и обосновались на Иберийском полуострове. Именно они основали древний город Коимбра, который сегодня считается культурной столицей Португалии. Благодаря своей истории и уникальному наследию, Коимбра стала одним из главных центров культуры и образования в стране. И вклад алан в это наследие – часть общего культурного достояния Европы. Выставка, по сути, является мостом между прошлым и настоящим, помогая сохранить и передать молодому поколению знания о культуре предков, а также познакомить португальцев с частью истории их страны и культурой кавказских народов. Владислав Хаблиев отметил, что его цель – способствовать популяризации кавказского культурного наследия, чтобы больше людей могли увидеть и оценить всю глубину и красоту истории народов Кавказа. Я хочу сказать большое спасибо, во-первых, мэрии, культурному центру, директору музея Филомене и сказать большое спасибо осетинам, которые мне помогали. И помогали, значит, Батрасу Гуев в музеях северо-осетинских, Марат Загораев помогал мне, ШАПИ – оружейник из Дагестана. И очень хорошую статью также написал мой друг Августе Ломани, который вот сейчас тоже присутствует, здесь прилетел на выставку. Это очень известный в осетии человек. И очень хорошая статья.